Радио Орфей. 99,2 FM в Москве. 10 часов и 34 минуты столичное время. По-прежнему на волнах Радио Орфей. С вами Алексей Барабанов. И, как и обещал, сейчас у нас гости в студии. С нами вместе сегодня собрались герои джаза. Музыканты джаз-оркестра Игоря Бутмана, Александр Довгополы. Александр, здравствуйте. 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 Сергей Долженков. Сергей Долженков. Доброе утро. И директор VR Jazz Agency Виктор Радзиевский. Виктор, всем привет. Виктор, мы с вами уже не в первый раз здесь в студии Орфея. Вы всегда приходите и свои не просто мысли относительно музыки выдаёте, но и часто философствование на тему джаза, о том, почему его вообще стоит слушать, для чего и зачем. И вы продолжаете в этом направлении мыслить? Я в этом смысле всегда очень благодарен радио Орфей, потому что у меня появляется возможность бывать здесь достаточно часто, видеть таких уникальных коллег. И мне очень приятно, что радио Орфей не узконаправленная радиостанция, которая интересуется самым широким спектром музыкальных стилей, и самым ярким, и новым, и родственными направлениями. Джаз всё-таки очень близок к классической музыке по целому ряду вещей. Поэтому, да, конечно, продолжаю философствовать, продолжаю читать лекции по истории музыкальных стилей для студентов, и стараться вообще популяризировать хорошую музыку в стране, насколько это возможно, хватает моих сил. — Я напомню нашим слушателям, что Виктор — продюсер, он в основном занимается организацией джазовых концертов, фестивалей, в общем, музыкальных событий, не только в Москве, кстати, да, в гастролике? — Да, и в Европе, и по всей России, от Калининграда на Магадана. На самом деле, за последние два года VR Jazz Agency провело больше выездных концертов, на самом деле, чем кто бы то ни было, вот в сумме, если смотреть. — А всё благодаря чему? Благодаря тому, что вы подбираете избранных музыкантов, наверное, да? — Да, это очень важный момент, действительно, разглядеть нужных музыкантов, которые могли бы чем-то и удивить, и одновременно были понятны. То есть, это постоянно моя задача — лавировать между, например, каким-то очень серьёзным авангардом, который, я понимаю, что он рассчитан на немногих людей, и между достаточно эстрадной музыкой популярной, и при этом предлагать людям самые интересные публики, самые филармонической публики, в первую очередь, самые интересные какие-то примеры современной джазовой музыки, либо, если это old-fashioned, то есть аутентичный джаз, то это должно быть то, что называется, на джазовом сленге «ферма». Те, кто знают, они поймут. — А вы нам расскажите, мы не понимаем, мы не знаем джазовый сленг. — Это старый совершенно джазовый сленг, слово «ферма», оно означает, что у музыканта есть какой-то свой собственный яркий стиль. Условно говоря, мы можем прямо сейчас поставить 10 саксофонистов вот возле стенки нашей радиостанции, но не с целью расстрелять, а поставить и с саксофонами. И я готов поспорить, что, скорее всего, я отличу Александра Довгополова. — Александр, вы готовы к этому? — Однозначно. Да, я хочу добавить, кстати, что слово «ферма», если уж мы говорим об этом слове, оно не только в джазе используется, я думаю, что во всех музыкальных стилях и направлениях, которые были раньше в Советском Союзе, и музыканты, которые работали в разных направлениях, и в ресторанах, и везде-везде звучало слово «ферма», а вот «ферма». — А мне всего 20 ОЗИ, поэтому я много чего не знаю, я стараюсь учиться всему новому. — Видимо, Александр более опытный человек. — Ну, мне уже 45-й годочек близится, поэтому у меня есть опыт и во многих временах Советского Союза. — И ресторанного творчества в том числе. — Естественно, естественно. Конечно, когда я учился в педагогическом институте, я джаз услышал достаточно поздно, где-то, наверное, лет в 19 только, потому что до этого просто у меня не было такой возможности, я был в другой совершенно среде. И, соответственно, я попал, естественно, в ресторанную тусовку там, тамошнюю, это было в Украине. Поэтому слово «ферма» я узнал непосредственно от, так сказать, носителей этого слова. — А саксофон вы когда в руки взяли? — Саксофон я взял в музыкальной школе. — Я... Мама мне отдала в 6 лет на скрипку. Я поучился, это мне очень не нравилось, потому что скрипка... У меня болела шея, нужно было стоять, заниматься, учить Вивальди, Баха, Моцарта. Все мои друзья играли в футбол, в это время гоняли сани, пойдем поиграем. А мне нужно было, значит, сидеть, заниматься на скрипке. И, конечно же, когда я увидел саксофон... — Но саксофоне что, не нужно заниматься? — Нет, нет, это нечто другое, понимаете. Когда я играл академиконцерт, просто саксофон, я когда увидел и услышал, он меня просто увлек. То есть вот скрипка меня так не увлекала. Хотя мы много классики переиграли, много... Но я чувствовал, что это не мой инструмент, потому что меня все время окружали девочки. Наши классы были рядом с классом заучи, директора... Ну, скрипочи — это был привилегированный класс. А духовики — это был андеграунд, он находился в подвале музыкальных школ, там постоянно какая-то тусовка происходила, и меня постоянно туда влекло. И я не знаю, что это такое, но... И, в общем, когда я увиделся, вот этот ребят, которые стояли и хотели, должны были выйти после нас и играть академиконцерт, я сразу же отправился вниз в подвал к преподавателю и сказал, «Я хочу научиться играть на саксофоне». Он говорит, «А как же будешь на скрипке играть?» Я говорю, «Ну, буду совмещать». Это было, наверное, лет 12, наверное, было. — Это самопожертвование ради музыки. Но параллельно занимался на скрипке, потом на альт перешел, закончил школу по классу альта, и саксофон уже был... Александр Довгополый — саксофонист, солист оркестра, джаз-оркестра Игоря Бутмана. Что мы слышим сейчас, Александр? Это же ваша композиция. Вы знаете, эта композиция называется «Огни Нью-Йорка». В 2003 году мы с Игорем Михайловичем Бутманом выступали в «Элис Торли Холл» с оркестром Уинтона Марсалиса. И для меня это было первое знакомство с Нью-Йорком, с вот этой культурой. Для меня это был такой ураган эмоций и всего. Это было просто невообразимое что-то. И, естественно, я приехал сюда и уже написал эту композицию и пригласил замечательных музыкантов. Там Антон Давидян сыграет, и Валерий Степанов, и Петр Ившин, и Евгений Побожий, кстати, с которым мы недавно познакомились. Он в оркестре стал работать. Давайте на минутку погрузимся в эту музыку. Валерий Степанов Валерий Степанов Композиция «Огни Нью-Йорка», музыка нашего гостя Александр Довгополый, саксофонист, солист джаз-оркестра Игоря Бутмана. Но у нас есть еще один великолепный музыкант из этого коллектива Сергей Долженков. Человек, который пришел тоже вместе со своим инструментом, с тромбоном. Здравствуйте, Сергей, еще раз. Здравствуйте. А у вас через ресторан тоже был в своей жизни опыт? Нет? Нет. Тромбонистов очень сложно представить еще в советское время, если в ресторане. Как вы себе представили, здравствуйте, меня взял Сергей. Я играю на тромбоне, я сделаю ваш вечер поистине незабываемым. Нет. Я пришел через классическую музыку, через... Ну, к джазу я имею в виду, а в тромбон это, скорее, был не мой выбор. Тромбон выбрал меня. На самом деле, я учился тоже в музыкальной школе по классу баритона. Это... Ну, такая спиралевидная штуковина, вот чем-то напоминающая. Вот то, что у вас здесь. Ну, у нас здесь такая, да, завитушка и завернутая труба стоит. И потом, после этого, ну, так как тромбон это родственный инструмент, примерно размер амбушюра, может, только один и тот же, я начал заниматься на тромбоне. И в итоге мне еще понравился этот инструмент, во-первых, тембром, потому что тембр очень близок к человеческому голосу. И спустя там какое-то время я все-таки из классики пришел в джаз. А вот, кстати, о тембре и вообще о близости к человеческому голосу духового инструмента. Саксофон и тромбон, они все-таки, наверное, отличаются по самому принципу игры на инструменте, да? В корне. Или в корне, да? Конечно, это медные, это язычковые, они кардинально разные. Там используется трость, а здесь медный инструмент. То есть в некотором роде тромбон как раз и есть продолжение голоса человека, да? В отличие от саксофона. Правильно я говорю? Ну, не совсем. И тромбон и саксофон, это в идеале, конечно, продолжение человеческого голоса. Просто разные методики, разные способы извлечения звука. Понятно. А в целом то, что мы делаем, изначально это имитация человеческого голоса. А то, что вы делаете в джаз-оркестре, саксофонисты и тромбонисты, вы соперничаете или поддерживаете друг друга? Какие цели вообще вот в самом процессе импровизации музыкальной джаз-оркестры? Это совсем, там несколько иные задачи, что если оркестр, оркестр это полноценный коллектив, и ты должен чувствовать себя маленьким, скажем так, маленьким винтиком в большом механизме. Если что-то начинает работать не так, то в итоге вся машина работает не так. Вот. И ты просто выполняешь свою задачу максимально, насколько это возможно, качественно, и в итоге получается так, что всё звучит очень хорошо. Вы знаете, я хочу сказать, что вот насчёт соперничества в музыке, мне кажется, это немножко некорректный термин, потому что это не спорт, это совсем другая история, и даже вот в любом коллективе, даже вот одинаковые инструменты, там, два альтиста, два саксофониста, два тромбониста. Дело в том, что каждый музыкант индивидуален по-своему, и когда мы встаём и играем соло, мы показываем, так сказать, своё понимание, свою философию, свою ментальность, и, ну, никак мы не можем соперничать, потому что мы мыслим по-разному, понимаете, нет одинаковых. Одному нравится Чарли Баркет, другому Джон Калтрейн, третьему Дэвид Сенборн и так далее. То есть, и каждый может мыслить по-своему, поэтому даже одинаковые инструменты. А если брать, например, тромбон, мне кажется, тромбон вообще, по сравнению с саксофоном, в сто раз сложнее, я даже не представляю, как на таком инструменте это очень. Хотя визуально кажется, что наоборот, тромбон гораздо проще. Вы понимаете, нет, вот именно что нет, потому что на саксофоне куча кнопочек, которые нажимаются, и уже ты попадаешь на конкретную ноту, ну, в принципе, там немножко позанимаешься, и уже попадаешь. А тромбон, там нет кнопочек, вот чем проблема, там вот. Тромбон трубу называют, да, действительно, наиболее сложными инструментами духовые. Я не считаю, что это проблема. Вы знаете, я читал в какой-то энциклопедии, вот, джазовой наверняка. Так вот, когда саксофон брали чернокожие, так сказать, начинающие музыканты, да, и они брали, например, трубу, то на саксофоне ты можешь научиться, ну, там, за неделю, грубо говоря. Ты можешь уже какую-то мелодию какую-то простую, примитивную играть. А на трубе это нужно заниматься месяц-два, я не знаю, если не больше. Вот, поэтому это правда. Тромбон... Наш гость Сергей Долженков, тромбонист живьём. В прямом эфире радио «Орфей» представит сейчас свою композицию или импровизацию. Ну, мы послушаем сперва, Сергей, давайте мы послушаем сперва, потом вы расскажете, что это было. Хорошо, но я бы сказал, что мы всё-таки сорвались перед событием фестивалем, посвященным Майлзу Дэвису. Я бы хотел создать его композицию, но, скажем так, свойственной мне манере. Майлзу Дэвису. Майлзу Дэвису. Майлзу Дэвису. Сергей, пройдите к микрофону, пожалуйста. Сильно обгреженного Майлзу Дэвису. Да, вот это какая-то была капризная труба, капризный тромбон, наверное, у которого своё мнение по поводу всего. В понедельник утро, если бы сюда приехать, практически два часа постоял в пробках. Тут хотелось бы, да, немножечко поругаться. Высказаться, высказаться по поводу и пробок, но при этом с великолепным настроением. Спасибо огромное, Сергей. Спасибо большое. Виктор, прокомментируйте это событие в нашем мире. Ну, это совершенно потрясающе, потому что я думаю, что Сергей один из лучших тромбонистов в России и совершенно своей уникальной сольной, даже не просто сольной, а своей манерой игры, которая строится на куче современных приёмов. Например, использование слэпа, вот как мы видели, это же было что-то наподобие слэпа же, правильно, Сергей? Я, почитаю, думаю, что это какая-то эксклюзивная история. Окей, совсем эксклюзивная история, потому что действительно я не знаю никого. Сергей, у вас задача придумать термин для того, что вы сейчас делали. Я точно не знаю никого, кто играл бы хоть сколько-нибудь похожее. И если мы послушаем, например, композицию Сергея Дуженкова, которую он принёс вместе с собой, то вы поймёте, что это совершенно уникальный кучер. Мы в финале нашей беседы её обязательно послушаем. Александр Довгополый, саксофонист, который у нас сейчас в студии, ещё не играл. И у вас есть возможность. Да, вы знаете, я попробую поимпровизировать на стандартную 12-тактовую квадратную сетку блюза. В одно время я встретился с одним музыкантом, кстати, он работал в одном из ресторанов города Мелитополь, где я учился. И он мне сказал, Саш, если ты хочешь научиться играть джаз или мыслить, или понимать, ты должен выучить блюз. То есть, если ты научишься играть блюз, то дальше уже будет совершенно другое дело. Потому что джаз, он как бы основывается на блюзе. И, собственно, вот я попробую сейчас что-нибудь продемонстрировать. Итак, Александр Довгополый, солист джаз-оркестра Игорь Бутман. Игорь Бутман Игорь Бутман Браво! Спасибо огромное! Александр Довгополый, солист джаз-оркестра Игоря Бутмана в прямом эфире Радио Орфеи со своим верным саксофоном. Спасибо, спасибо, друзья. Спасибо вам. Очень здорово. Великолепный блюз. И сразу видно, кто в пробках не стоял. Я, кстати, стоял в пробках так же и ехал на электричке. А, наверное, всё-таки что-то такое народное от электрички тоже подействовало. Вы знаете, там столько музыки, причём такая ненавязчивая музыкальная культура, культура электричек. Ты едешь, например, ты не хочешь слушать музыку, у тебя настроение подумать, ты ещё не проснулся. А тебе предлагают, так сказать, ознакомиться с репертуаром всей страны. Виктор, скажите, пожалуйста, где в ближайшее время можно будет услышать наших гостей и прекрасных музыкантов? Ну, это, наверное, вообще краеугольный камень, почему мы появились здесь. Потому что мы хотим позвать наших дорогих слушателей Радио Орфеи. Нужно сказать, что я, когда оказываюсь в вашей студии, всегда наших дорогих слушателей Радио Орфеи куда-то зову. И я очень рад, что эти чудесные слушатели приходят, не боятся. Как-то аудитория классической музыки. Ну, что вы, что вы. Вот сам Игорь Бутман как раз вчера на закрытии фестиваля Браздейс в Туле сказал, что вообще-то изучайте джаз, в каком бы стиле вы не играли и какой бы стиль вы не слушали, добавим мы. Разумеется. Почему нет? И сам Бутман интересуется классикой всё больше и больше в последнее время. Конечно, потому что это всё очень, во-первых, родственно. Во-вторых, это два таких фронт направления человечества. Я думаю, что классическая музыка и джаз — это основа всего. Вот. Я хотел бы пригласить всех 27 октября, это получается уже в эту субботу, в Центральный дом художника на фестиваль VR Jazz Fest, который будет отчасти посвящён великому трубачу Марзу Дэвису, а также в нём примут участие гости из Соединённых Штатов. Это великолепный трубач Фредди Хендрикс, группа «Dog in Absolute» из Люксембурга, потрясающие музыканты наши московские — Наталья Скворцова, Дмитрий Луглин, Антон Горбунов, Пётр Ившин на барабанах. И, конечно же, солисты оркестра Игоря Бутмана, наши дорогие гости сегодня — это Александр Довгополый и Сергей Долженков. Будет много авторской музыки, современного джаза, на стыке с разной, интересной, современной интеллектуальной музыкой, поэтому вы получите определённо большущее удовольствие. Мы сейчас слышим музыку Сергея Долженкова. Сергей, что это? Расскажите. Эта композиция называется «Кит Мовинг». Она была придумана достаточно давно, в период моего обучения ещё в университете в Сибири. И это, вот я Виктору отправлял, это единственная пока более-менее запись, которая у меня есть, потому что сейчас запись в процессе, уже готова 9 треков практически. Я очень надеюсь, что в ближайшем будущем будет альбом. А эту композицию мы писали как раз в видео, просто для себя, такой межособочек, собрались. Видео фантастическое, посмотрите на Ютубе. И звучит великолепно. Да, там потрясающие музыканты, там Антон Довидианс, Евгений Побожий, Вячеслав Быстров, Александр Потапов и я ещё. Получилось довольно-таки неплохо. Keep Moving, продолжаем движение, продолжаем движение нашего эфира. А вас, друзья, я благодарю, спасибо, что пришли в это раннее утро в нашу студию. Для джазменов всё-таки, да, время как раз детское, утреннее, да. Спасибо, друзья, приходите на наши концерты, мы будем вам очень рады. Keep Moving, Сергей Долженков. Большое спасибо. 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 . Спасибо. Прощаюсь с вами. До завтра. Всем приятного продолжения дня. Со следующего часа с вами в студии Елена Новосельская. И не пропустите выпуск новостей на наших волнах. 11 часов в московское время. Радио «Орфей». Территория классики. Реклама.